Дорогие братья и сестры, Церковь Господа Иисуса Христа, мир вам! Мы благодарим вас, что вы приняли нас, мы решили посетить без приглашений, а напроситься сами в гости. Так что бывает и такое. Поэтому сегодня мы приехали сюда, благодарим, что вы приняли и думаю, что дальше будет ваша очередь уже. Так что, сестра Лена, ты слышишь, я думаю, и мы будем ожидать, когда от Кортланда, брат Миша, придет зов к тому, чтобы мы вас приняли и мы открыты вас принять также. Дорогая Церковь, сегодня мы приехали сюда не вам проповедовать, а в первую очередь себе и вместе с вами прославить Господа. Вы знаете, сегодня в это нелегкое тревожное время, когда весь мир встревожен, когда в той земле, откуда мы выехали, так много страшных и ужасных происшествий. А в нас с вами мирное небо, спокойно, есть свет, есть пища, есть все, скажем за это слава Господу. Это его милость обновилась над нами, это его милость в это утро обновилась над нами. Мы могли подняться, приехать к вам и вместе с вами сооружить жертвенник нашему Господу. Поэтому, дорогая Церковь, тема сегодняшняя, которая звучит, я думаю, вы слышали о том, что спасение только в Иисусе Христе. Христос – спасение наше. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, не отходя от темы, на эту же тему вместе с вами порассуждать. И как брат Николай, первый проповедник, он говорил о том, насколько нам нужен Иисус. Наш хор имеет песню такую, и нам всем нужно Христа. Дорогие братья и сестры, и сегодня, в этот момент, как никогда, людям нужен Иисус. В это последнее время, когда мы живем здесь и не знаем, что здесь будет дальше, но знаем, что Дух Святой говорил о том, что придут времена трудные, придут времена, заговорят о голоде, придут времена, когда обесценится доллар, когда обесценится валюта. Дух Святой свою церковь об этом предупреждал, и я думаю, мы сегодня на пороге этих происшествий. Дорогая церковь, но даже не станет доллара, даже не станет валюты, даже не станет ни сего, но самое главное – не потерять Иисуса Христа. Поэтому сегодня, дорогая церковь, я хотел бы на эту тему с вами порассуждать, порассуждать, и так как мы слышали о том, что пели наши хористы, я хотел бы в основании моей проповеди взять место Писания, это Евангелиста Матвея, 27 глава, с 27 стиха по 31, а потом чуть ниже. Евангелист Матвей, 27, 27. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, это судилище, куда его взяли, притория, собрали на него весь полк. И, раздевшие его, надели на него багряницу. И, сплетшие вне цистерна, возложили ему на голову, и дали ему правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехаясь над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский». И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, и надели его в одежды его, и повели на распятие. Из 45 стиха. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, ласа махвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И 54 стих. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, «Воистину он был Сын Божий. Аминь». Дорогая церковь, тема моя – Голговский крест. И хотел бы, чтобы мы сегодня, рассуждая над этим, не рассуждали как о истории, которая когда-то была, а порассуждали об этом, этот крест – это мое спасение. Иисус Христос – спасение наше. Иисус Христос – это мое спасение. И все, что происходило, это не была просто история, а это было мое прощение, мое оправдание, мое искупление. И вот давайте возьмем это все каждый к себе, и, я думаю, по-другому посмотрим на эту историю. Римляне приговаривали к распятию только рабов, объявленных злодеев, лиц, являвшихся, не являвшихся римскими гражданами. Римских граждан распинали очень редко, как исключение. По преданию распяли апостола Петра. Это была очень сильная казнь, которую приговаривали этих людей. Эту казнь не просто делали, как мы прочитали, его взяли, собрали полк, раздели одежду с него, одели в багряницу его. Началось такое моральное унижение человека по смеянии, лишая человека всякого человеческого достоинства в этом позоре. Поэтому каждого человека, которого приговаривали к этим мукам, их не просто сразу распинали, они должны были пройти этот длинный процесс, который нужно было пройти перед страданиями. Дорогие друзья, и вот когда уже они насмеялись над ним, человека выводили на это место, и мы пели об этом в Вио Долоросо, эта улица. Мне пришлось быть в Израиле и видеть эту улицу. Эту улицу, куда шел Иисус Христос, неся крест. Конечно, на той улице сегодня сделали очень много храмов, 16 остановок, если не ошибаюсь. Вот здесь Иисус так остановился, здесь храм такой, здесь католический, здесь православный, на каждой остановке. Я не знаю, сколько раз он останавливался. Библия говорит, что он, неся крест, падал по дороге. Я не знаю, сколько раз и как это долго было. И дело не в улице той, но мы свидетели, и кто был там, видели этот путь на эту гору, на гору Голгофу. И вы знаете, приходя, находясь там, вот когда ты бываешь на той местности, там, где эта гробница, где эта Голгофа, где это лобное место, видя все, я хочу сказать, какая-то обстановка там необыкновенная, необыкновенная. Люди приходят туда, приезжают люди, там поют, там собираются, обязательно хлебопреломление совершают там. И вот когда мы приехали, гид, который водит, он не имеет права на Голгофе быть гидом. Там есть свои гиды, которые провожают. И был человек с Англии, гид, который нас встретил, провожал нашу группу. И говорит, вот эта гробница, которая больше всего подходит, что как бы она гробница, где был похоронен Иисус Христос. Но говорит, who cares, какая разница, где он был похоронен. Мы знаем, что он жив и придет за нами. Дорогая церковь, я хочу сказать, это особое благословение. Мы знаем, что в нас Иисус жив и он придет за нами. Поэтому сегодня, идя этой дорогой, не важно дорога, которой шел Иисус, но важна твоя дорога, как ты идешь за ним. Важно, как твой путь проходит сегодня и как ты следуешь за Иисусом Христом. Дорогие друзья, когда приводили человека для распятия, этого человека распиная, они делали что-то особое. Они, поднимая его на этот крест, на котором мы пели, не привязывая руки, мы видим картинки. Но гвозди забивали не в ладони, а забивали ниже кисти, чтобы человек мог держаться, ладонь разорвется. Поэтому все было продумано. Забивались эти гвозди этого человека, ногу ложили на ногу и прибивали гвоздем эти две ноги, чтобы человек мог как-то опираться своим весом, потому что он не мог дышать. Это была особая казнь. И вот человек, который висел на кресте, его смерть превходила через 2-3 сутки. Это немало нужно было висеть. Вот почему. Когда они пришли, увидели, что Иисус скачался, они не поверили тому, что это произошло. Потому что эти мучения шли очень долго. И вот человека, которого приговаривали к этому, в Библии говорит о том, что в него плевали. И так говорится о Сыне Божьем, о Иисусе Христе. Вот такую позорную смерть, которая в Старом Завете говорила, проклят, висящий на древе, вот такую смерть принял Иисус Христос. И принял за меня первого и за вас на том Голгофском кресте. Дорогие друзья, вот эти плевки, о которых сказано, вот эти насмешки, «Эй, тот разрушающий храм и втретье созидающий, сойди с Христа, и мы уверуем тебя». Дорогие друзья, Исаия говорит, он был презрен и умилен. То есть человек, который паче всякого человека, лик его был обезображен. Дорогие друзья, я не вызываю жалость у вас. Я хочу сказать сегодня, так часто говорят, что спасение даровано даром. Я хочу сказать, не даром. За него заплачена большая-большая цена. Цена самого Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, вот сегодня, как ты оцениваешь это спасение и как ты к этому относишься? Библия говорит, что он смирил себя, смирил до смерти крестной. Это особое было страдание. И вот, дорогие друзья, смотря на то, что в Старом Замете это было место проклятия, это был проклят, висящий на древе, Вот именно такую смерть принял Сын Божий Иисус Христос. Именно на такую смерть он прошел вот эти плевки, эти побои. А вот когда человека перед тем, чтобы это сделать, его распять, его привязывали к столбу. Привязывали к столбу руками этого человека и били его этим кнутом. Там, где в плеть были плетены кости или кусочки металла. И каждый удар был протянутым ударом. Он разрывал тело, разрывал все в человеке. Вот почему Сын Божий Иисус Христос в Библии говорит, «Паче всякого человека лик его». Это с человеческой стороны. Это говорит история о том, но, дорогие друзья, он это делал добровольно. И вот когда поэтому Гессиманин говорил, «Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня?» Христос был в человеческом теле. И эта боль, вот это все ему давалось нелегко. Поэтому, смотря на то, что в Старом Завете это было место позора, дорогие друзья, в Новом Завете это место прощения, это место свободы, это место искупления. И для нас, для Церкви Нового Завета, Господа Иисуса Христа, это не просто какой-то крест, который был. Мы не крест празднуем, но того, кто умирал на кресте за меня и за тебя. Поэтому, дорогие друзья, хвала нашему Господу, что вот это прощение и спасение нам даровано через Голгофский крест. И я хотел бы, чтобы сегодня каждый посмотрел на Голгофу не просто как спасителя мира, спасителя человечества. Но, дорогие друзья, я, посмотря на него, сказал, «Он умер за меня». В первую очередь это мое место. Это я должен там быть. Поэтому Христос не умирал только за весь мир. Он умер за меня. Он пострадал за меня. Он оставил небо ради меня. И Он воскрес для моей надежды, чтобы я надежду свою никогда не упускал, а знал, Он воскрес, и я воскресну, и буду с Ним там в небесах. Аллилуйя! Дорогие друзья, и вот сегодня Христос спасение наше. Если мы посмотрим здесь на эти места Писания, которые говорят о том, как Его раздевали, как все это делали, как плевали. И говорит, и когда надели на Него вот эту одежду, Его потом повели Его на это распятие. Поэтому, дорогие друзья, вот это распятие Иисуса Христа принесло человечеству надежду. В это время, когда Он пришел, мир был без надежды. Мир был в очень опасном состоянии. Вот Он не пришел сюда, Его заставил Отец. Он говорит, отче, я иду исполнить волю Твою. Этот добровольный приход Иисуса Христа пришел для того, чтобы я и Ты был прощен. Дорогие друзья, имея эту возможность быть сегодня в Доме Божьем, я хотел бы, чтобы каждый из нас оценил вот это. И, может быть, мысленно вернулся к тому месту, когда Ты отдал свою жизнь Иисусу, когда Он изменил твое сердце, когда Он вошел в твою жизнь. И хотел бы, чтобы сегодня Ты задал себе вопрос о себе. Каков я сегодня? Так, как когда было? Или сегодня уже как-то я христианин уже 30 лет, 40 лет, и я иду так просто спокойно, не вдаваясь в подробности. Я разговариваю с одним пастырем с Украины сейчас, который там принимает людей. И он говорит, брат Григорий, молитесь за нас, потому что сегодня с христианами тяжелее работать, чем с неверующими людьми. Они, говорит, приходят к нам сюда и, говорит, каются люди, обращаются к Богу, по-настоящему обращаются. Даешь Ивангелие, они берут, они читают. И, говорит, каждый вечер у нас служение, каждый вечер молитва. Но, говорит, христиане полтора-два часа и домой, а этих людей не молятся, невозможно остановить. Говорит, что-то поменялось, как-то по-другому подходит. Дорогие друзья, как я сегодня и как ты, есть у меня желание помолиться, есть желание поблагодарить Бога, есть желание стать пред Ним и рассказать все Ему. Или сегодня мы так как-то по традиции идем. Дорогие друзья, Христос пришел на эту землю, и одна Его миссия – это простить грех. Дорогие друзья, и Бог спасает трех мужей. Обратите внимание, Он их спас не от печи, а спас их в печи. Это что-то особое. Неужели Он не мог затушить тот огонь? Неужели Он не мог раньше? Нужно было свидетельство. И когда их бросили в эту печь, этот царь, никто другой, он видит, и говорит, не троих ли мы бросали? Да, царь, а я вижу четвертого, и четвертый подобен Сыну Божьему. Дорогой брат, дорогая сестра, как важно понять, порой мы хотим, Господи, не веди нас, не веди в искушение, не веди нас дальше. Но смотрите, почему же Бог спас их в печи? Дорогие друзья, почему Иоанн не спас от кита, а в киту определил это? Почему этого мужа спас не от львар винного, а там, в Орве Львино? И вот мне нравится особо это место. Когда царь пришел к нему, с жалобным голосом крикнул, жив ли ты, мог ли Бог твой спасти тебя? И вот ответ этого человека очень-очень конкретный. Да, мой Бог мог. Почему? Я оказался пред Ним верным. Дорогие братья и сестры, если мы хотим, чтобы Господь нас спасал, чтобы Господь нас вел, чтобы Господь хранил, очень важно хранить верность пред Богом. И Бог останется верен, Бог ответит, и Бог обязательно благословит. Поэтому, дорогая церковь, сегодня наше спасение только в Иисусе Христе. Давайте вспомним еще одного мужа Иосифа. Дорогие друзья, разве надо было такой долгий путь? Его бросили в эту яму. Он находился в яме, потом что-то произошло. Идут эти купцы, его достают с ямы. И уже, казалось бы, миновало. Пришел сюда, находится в тюрьме, приговоренный. Но, дорогие друзья, братья оставили. Народа своего не было. Но Библия говорит, Господь был с Иосифом. Аллилуйя. И, дорогие друзья, в то трудное время, когда он находился там, Господь был с ним, с Иосифом. И Господь его так провел, что даже он дошел до того необыкновенного царского престола или того человека, который управлял этой страной. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, как Господь спасал своих мужей. И я верю, что сегодня не только то спасение, которое мы получили, и нужно утешаться, это хорошо, но нужно сохранить жизнь свою сегодня на этой земле. Сохранить ее в чистоте, сохранить ее в святости, хранить непорочно, чтобы этот мир не осквернял нас, чтобы этот мир не входил в нас, в домы наши. И это христианину очень важно. И тогда, когда придя к концу, придем к тому, я верю, Господь встретит нас. Я верю, Он встретит, скажет, войди, мой верный раб, мало бы ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Дорогие друзья, поэтому сегодня мы часто говорим, идем на служение, идем в церковь. Дорогие друзья, прийти в церковь, это не служение. Служение твое вне церкви. Служение – это каждодневная твоя жизнь. Служение – это как ты живешь, как ты ходишь, как ты поступаешь, что ты делаешь. Поэтому, придя в дом Божий на служение, посидеть два часа, а когда задержал, еще и пороптать, это не служение Господу. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый нас понял. И я верю, вы это знаете. Было время, мы обещали Богу добрую совесть, было время, мы каялись, было время, мы получали прощение. А сегодня это время, когда нужно пройти и остаться верным пред лицом Божьим. Да поможет Господь в этом. Дорогие друзья, я верю, Он помог тем мужьям, Он готов помочь и нам. Дорогие друзья, Слово о Кресте – это радостная весть, да. Дорогие братья и сестры, Слово о Кресте – это Слово примирения. Это примирение наше. И если мы действительно посмотрим на наше состояние, на нашу жизнь, мы порой не можем этого оценить и понять, вот этой полной любви Божией. Сын Божий оставляет славу неба, идет на эту землю, идет добровольно на крест и говорит, «Отче, я иду исполнить волю Твою». А воля Божия была прощения и спасения наше. Поэтому, дорогой друг, дорогой брат, сегодня, если тебе тяжело, если руки Твои опускаются, знай, в нашем Господе, Иисусе Христе, есть сила, есть помощь. И она сегодня подается народу своему. И я верю, Господь не оставит свою церковь, Он ее доведет. Но вот важно, каково мое отношение, как я хожу пред Богом, как я просто пред людьми или пред Богом хожу. Дорогие братья и сестры, есть очень много примеров, я не буду распространяться в них, поэтому Христос или Слово о кресте, это Слово примирения. Кровью Иисуса Христа Отец примирил с Собою мир. Крест – символ нашего единства со Христом. На кресте Он своей смертью пригвозил грехи всего мира. Дорогие друзья, и действительно, если бы не было Голгофы, если бы не было Христа, жалкими были люди. Спасение сегодня не в деревянном кресте, но в живом Иисусе Христе. Аллилуйя! И Он сегодня жив, Он сегодня смотрит церковь за тобой, Он смотрит за мной, Он готов сегодня подать. Если ты здесь, и ты устал, ты изнемог, или ты уклонился, сегодня твой день, ты можешь к Ему подойти, ты можешь получить это прощение, ты можешь получить эту свободу. Только через крест можно одержать победу на этой земле. Дорогие друзья, я думаю, многие люди это понимают, что без Христа невозможно было бы дойти до цели. И здесь, в 28 стихе, сказано о багрянице. Дорогие друзья, багряница это подражение царской одежде. Поэтому, когда над ним смеялись, когда над ним они одели в эту багряницу, в эту одежду его, то есть, ты говорил, ты царь, вот твое царство, вот куда ты дошел. Они тебя раздели, эти люди, они одели в эту одежду, они тебя побили, они тебя ведут на распятие. И поэтому, какой ты царь, что ты в три дня создашь, это было посмеяние человеков и было желание дьявола. Дорогие друзья, но камень не удержал его там. Он воскрес, аллилуйя. Он живой сегодня, дорогая церковь. И он сегодня готов тебе и мне помочь. Поэтому, я не буду распространяться об этой одежде. Но у них было время, издеваясь над ним, сделать это терновый венок, который одеть на него, что значит символ славы. Какая твоя слава? Поэтому терновому венцу они били. Поэтому терновый венец, это он врывался в тело, где текла эта кровь. Они над ним смеялись, они обвиняли его. Дорогие друзья, я хочу сказать, что смотря на это все, люди не поняли, но он открылся, открылся церкви, открылся мне, открылся тебе. И мы сегодня на этом месте благодарим его. Иисус, я благодарю тебя, что ты спас меня. Я благодарю, что ты спас моих детей. Я благодарю, что ты спас моих внуков, что ты спас эту церковь, ибо только в Иисусе Христе. Дорогие друзья, тема наша Христос, спасение наше, и только Он. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, понимая это, отдал свое сердце полностью Иисусу. Дорогие друзья, все, что произошло на Голгофе, стало победой над силами тьмы. Дорогие друзья, А еще больше, когда Он воскрес, несмотря ни на какие преграды. Поэтому пусть Господь поможет мне и тебе сегодня на этом месте понять, что действительно Ему дана всякая власть. Дорогие друзья, Ему дана всякая власть. И эту власть Он не получил просто от Отца как Сын. Но пройдя это, Он получил эту власть. Поэтому, дорогой друг, сегодня, перед тем, когда мы будем молиться, я хочу сказать, у Него есть сила, у Него есть власть разорвать козни дьявола. И если ты находишься в каком-то тяжелом состоянии, если ты находишься в каком-то безвыходном положении, в нашем Христе есть сила. Сила для победы, сила для освобождения, сила для прощения, сила для свободы. Дорогие друзья, можно много говорить, но я знаю, что только тот, который по-настоящему принял Иисуса Христа, Он понимает, что Он умер вместо грешников, что Он стал жертвой за наши грехи. Он даровал нам эту любовь, Он даровал нам это снисхождение, Он даровал нам, но это должно быть видно в каждом христианине и церкви Господа Иисуса Христа. Поэтому, дорогая церковь, в это время, когда у нас хорошо и свободно, давайте мы проверим каждую свою жизнь. И если надо, сегодня обратиться к Нему и сказать, Иисус, Ты мое прощение, Ты моя победа, Ты моя свобода. И вот там, где ты упал, где ты неправильно поступил, не стесняйся, иди к Нему, где ты находишься, ты там можешь обратиться. Я верю, Он тебя знает, и Он ответит на твою молитву. Дорогие друзья, я верю, когда мы подойдем к Нему сегодня, первое с благодарением, прославим Его, что мы спасены, что мы имеем это право называться сыновьями и дочерями, что наши дети имеют это право. Я верю, эта слава, которая подавается Богу, придет к Нему, а Он благословит тебя. Поэтому в жизни нашей, давайте будем помнить, только в Христе нашем спасение, выход со всех трудностей, со всего положения в нашем Господе Иисусе Христе. И за то, что Он пришел на эту землю, пострадал, умер, давайте мы преклонимся и прославим Его в молитве. Аминь. Молимся.